Владимир Владимирович, почему я вышел сюда? А потому что не услышал я все-таки причину. А почему плохо развивается малый бизнес? Царь этого тоже не понял, он хотел, но мешали помещики и фабриканты. Советской власти мешала идеология. Сейчас уже этого нет, но люди боятся. Вот сейчас идет фильм «Однажды в Ростове». Я бы хотел, чтобы все посмотрели. Событие в Новочеркасске 1962 года. Правду сказали через 40 лет. Так и про малый бизнес, наверное, правду скажут попозже. Мы расстреляли весь малый бизнес. Только в 1964 году было расстреляно 3000 человек. Они занимались малым бизнесом. И за все годы советской власти миллионы. При Ельцине 100 тысяч расстреляли во дворах. Разборки. Он заработал деньги, идет домой, его убивают у подъезда. Поэтому страх. Страх есть, надо его поломать. Объяснить, что это хорошо. Потому что это страх и в моей семье. Бабушка Неп на Соловки. Отец, сын предпринимателя, фабрика на Украине. Трудовой лагерь. Тетка масло привезла из деревни в город. Спекуляция в тюрьму. Другая тетка на дому шьет, боится, что могут арестовать. Потому что нельзя на дому шить. Считается частное предпринимательство. Вот так одна семья расстреливали и в лагеря. Кто же будет заниматься? Сейчас я что делаю? 20 лет я не могу оформить просто свои права в Подмосковье. Я говорю главе администрации, помоги. Говорит, а мне глава поселения не подчиняется. Его народ избрал. Я говорю, губернатору помоги. Говорит, а мне глава администрации района не подчиняется. Теперь, видимо, демократия мешает. Потому что нету власти полной. Ни у губернатора, ни у главы района. А глава поселения, он сам себе хозяин. И в наглую сидит, пока его срок не истечет, не пробить его. Но что можно было еще предложить? Я не буду повторяться. Вот сделать привлекательный малый бизнес. Больше писать об этом газеты, радио, телевидение. Иначе нам показывают вещи некоторые по каналам. Нам это не нужно. Сплошные семейные разборки. Но ни одного приличного бизнесмена не указали. Молодежь увлечь. У них нет страхов. Они даже не деньги их интересуют. Их интересует самореализация. А это, как раз, и можно. Чтобы он хотел стать кем? Лавочником, сапожником. Открыть супную, пельменную, пирожковую. Швейкой заняться, так сказать. Зарабатывать деньги. У нас в свое время все космонавтами хотели быть. Но космонавты слишком много не надо. И мы говорим, что у нас малый процент, занимающийся бизнесом. А там больше в два раза. Почему? Там малый бизнес формируется около крупных компаний. Наши крупные компании пока в этом плане не помогают. Очень удобно формировать малый бизнес около крупных компаний. Потому что там и малый бизнес может заниматься отдельными операциями, маркетинг, сбыт, какие-то лаборатории, научные, конструкторы и так далее. В госзаказах помочь участвовать, хотя иногда крупные компании здесь злоупотребляют. Поскольку малые предприятия имеют льготы, они фальшивые малые предприятия получают льготу по госзаказу, а этого предприятия нет. А настоящие малые предприятия не могут понимать. Значит, помочь через правоохранительные органы. Крупные торговые сети остановить. Надо остановить. Они по всей стране лезут и везде губят рынок и мелких предпринимателей. Они неконкурентоспособны. В их огромные магазины завозят импорт. А на местах люди не могут продать хорошие, вкусные продукты питания. Мы не умеем шить, что ли? Костюмы не можем шить? Как шьют сегодня костюмы? Заказчик в Москве, ткань в Италии, шьют в Китае. Два месяца. В Турции три часа и у тебя костюм готов. Утром придите, и вечером мастер отдаст костюм. Ну один день, ну два дня. Попробуйте заказать костюм хотя бы за неделю. Не закажете. Вот. Сроки бешеные, потому что мешаем своим это делать. Ну, про Крым уже говорили. Там блестящие возможности. Их можно развивать как раз там, где отдыхающие. Транспорт там проблемы. Вот. И если бы не было автомобильных пробок на дорогах Крыма, вот пускай малый бизнес и переводит пассажиров. И по морю, и по другим местам. Дать больше финансовых инструментов. Ну вот, например, инвестиционные облигации. Пусть на местах выпускают. На местах. Не центральные финансовые учреждения, а на местах. Это поможет с кредитами. Нужен адрес, куда можно обращаться по проблемам малого бизнеса. Давайте приедем в любой регион. Куда обращаться? Где адрес? Стоит полицейский у входа в администрацию города или области. Кому идти? Прямо на вокзале должны быть эти адреса. Но этого нету. И рейтинг регионов нужно определять по этому параметру. Как в целом мы... И публиковать, показывать. Ну вот, фирмы должны иметь ресурсы для выполнения работ. Они не имеют, но получают подряд. Вот Архангельская область. На очистку и срежание дорог выделено 150 миллионов. Конкурс выиграла фирма депутата Гордумы Черненко. Ресурсов нету. Субподрядчики отказываются работать. Дороги не убраны. Люди злятся. Вот вам, пожалуй, второй вопрос. Национальная безопасность. Чего мы злим людей-то? Если у фирмы нет денег, почему она выигрывает подряд? И мы обращаемся к губернатору, ФСБ, прокуратуру, следователю. У нас там два чудака. Вот это Черненко и его сожительница. И покрывают их там все. И Бастрыкин занимается. И все остальные. И толку мало. Это вот город Архангельс. Поэтому у нас вот выборы на будущий год. И главный лозунг ЛДФР на выборы в Госдуму 16-го года будет один. Не мешайте работать. Это лозунг должен быть для всех чиновников. Чтобы они не мешали. Последнее. Это уже средний бизнес. Владимир Владимирович, вот стоит гостиница Москва. Самая лучшая, самая знаменитая. Она работает? Нет. Только рестораны внизу и магазины. Два чудака спорят. Почему я занимаюсь этим? Один, чтобы чудака бывшие депутаты фракции ЛДПР. Керимов и Егизарян. До друга по судам. Один в Америке сбежал, боится суда. Выиграл суд там. Почему наши суда не идут? Все почему-то в Лондон идут в суд. Но он выиграл. Но ничего не... Все стоит. Другой компаньон не выполняет решение Лондонского суда. А в Следственном комитете, в Генпрокуратуре, уголовные дела лишат. Ненужные уголовные дела. Это арбитражное дело. Хозяйственное. Но мы пугаем бизнесмена. Вернешься, мы тебя посадим. А другой ничего не делает. А гостиница стоит, денег нет. Десять лет. Сколько убытков? Миллиарды. Я вам письмо оставлю. Может быть, все-таки мы это дело сдвинем. Мне просто противно идти каждый день в Государственную Думу и видеть мертвую гостиницу. Это нигде в мире недопустимо. А проблема одна. Кто-то должен помирить их. Оба хотят работать. Оба пугливые. Вызвать в определенный кабинет и сказать кончайте вашу возню, открывайте гостиницу. Рассчитайтесь друг с другом в соответствии с решениями судов. То есть вот один лозунг. Чтобы как-то помочь. Чтобы губернаторы и мэры городов приглашали каждый день мелких предпринимателей и им помогали. Я шел по Нью-Йорку. Суп. Два африканца продают. Один доллар стоит суп. У нас можно покушать суп за 50 рублей или за 100? Вообще нету ничего этого. Огромные и богатые рестораны. Для кого? Были при советской власти столовые. Все закрыли. А нужно, чтобы был этот бизнес и накормить, и одеть, и обуть, и починить, отремонтировать. Все это можно сделать. Люди хотят работать. Но пускай губернаторы и мэры позовут их и им помогут. Спасибо.